Субтитры сделал DimaTorzok Тут из последних дней уже стоит вот такая вот Поскольку Ленин календарь закончился вчера На его месте я решила показать вам самое что ни на есть рождественское явление Это вот такой замок из фольги Который называется Шопка, Краковская Шопка В общем Шопка это народный театр Уличный театр, в котором разыгрывались сценки Рождества А также просто бытовые разные сценки Краковские шопки отличаются такой пышностью Их в частности делают из фольги В этнографическом музее в Варшаве огромные вот такие стоят шопки Сделанные из фольги Тут внизу видите, ну вот это одноэтажное Хотя я прочитала, что вообще традиционно они двухэтажные, когда театрами были Шопки повторяли архитектуру соборов А теперь в Кракове делают и шопки в виде разных знаменитых архитектурных сооружений В верхнем всегда была сценка рождения Христа Это подношение волхвов, тут вы видите Там вот у меня только Иисус остался Все остальные отломились, потому что эту шопку я покупала в 2003 году, когда я ездила в Варшаву А эту пару лет назад муж привез, и поэтому она новенькая Тут все волхвы на месте Иисус, Мария, Иосиф А в нижнем этаже был обычно еще один ярус, в котором представлялся театр такой бытовой На бытовые сценки Мне очень нравится, мне кажется, что это такое Такая чудесная традиция, красивая Мне было приятно прочитать, что в 2018 году Краковские шопки были признаны наследием, культурным наследием ЮНЕСКО Вот мы всегда достаем их в предрождественскую, предновогоднюю пару И нравится любоваться шопками всем, и маленьким, и взрослым Так что они сегодня будут осенять наше шоу У нас осталась последняя ячейка Тут такие диккенсовские персонажи блуждают по нашему чайному адвент-календарю Кстати говоря, сейчас я вот не досмотрела, пошла снимать, вдохновившись У Аси Занегиной вышла Так, значит, чай у нас сегодня королевские ягоды И закончена мозаика, провозглашающая Мэри Ройл Крисмас Так вот, я не договорила, у Аси Занегиной вышел очень классный выпуск про рождественские истории И в частности она рассказывает о том, как Чарльз Диккенс повлиял на традиции празднования Рождества в Великобритании И я вот свою книгу, которую я показывала в нескольких выпусках Влогмаса, еще совсем чуть-чуть прочитала Но даже вот в этой книге есть, во-первых, отрывки из рождественских рассказов Диккенса Как говорит Ася, что после успеха первого рассказа Диккенс постановил себе каждый год писать рождественские рассказы Потому что поэтому их там много Удачи в съемке! Спасибо, миленький! Пожалуйста! И тут даже есть... В общем, тут есть... Хорошо, хорошо, милая Удачи в съемке! Спасибо! И тут, по-моему... И тут, по-моему, даже есть где-то портрет Диккенса В связи с тем, что он таким был адептом празднования Рождества Поскольку мой сладкий календарь тоже вчера закончился Сегодня я достала заранее припасенный пряничный домик Конечно, сегодня делать его не будем Но думаю, что на днях с детьми займемся Сейчас хочу заглянуть, что там внутри Это такая килограммовая упаковка В которой, как я понимаю, находятся уже готовые детали пряничные Из которых делается домик Пару лет назад я покупала и киевские пряничные домики Но они мне очень нравятся Мне нравится их тонкое имбирное тесто Но они довольно хрупкие И так-то просто с ними справиться бывает Но мы как-то кое-как справились Угу, как симпатично Так, здесь есть сахарная пудра Из пудры будем делать, судя по всему, глазурь Мармеладки для украшения Вот в этой коробочке, в такую деликатную бумажку Тишью пейпа Оказались завернуты марципановые фигурки Ну, честно говоря, неверно, что они марципановые Скорее, сахарные Эти персонажи выгодно отличают от икеевского пряничного домика Даже посмотрим, какой это бренд Ну, тут еще калачи разных цветов Ммм, становится сразу как-то приятнее, да? Предвкушать лепку и украшение этого пряничного домика И тут находится, тоже очень красиво, кстати, упаковано У меня детали домика Сейчас доставать их не буду Но вижу, что они такие вот тут рельефные Как фахверковые типа дома Надо будет глазурью все это украсить Ну, что ж, посмотрим в следующий раз Встретимся в следующем выпуске Ну, и сегодня я заканчиваю чтение книги Адвента Ульфа Старка и Эвы Эриксон «Рождество в лесу» Глава 25 Когда все, наконец, улеглись Устав от танцев, веселья и угощения Бука берет лопату и на цыпочках выбирается из норы Он собирает снег в огромную кучу И утрамбовывает ее лопатой плотно-плотно В лунном свете кажется, будто на земле лежит половинка луны Бука приносит воды и заливает этот холмик К утру мороз сковывает его ледяной коркой Бука прорубает дверцу и выгребает изнутри весь снег Так что остается только большая ледяная скорлупка Потом зажигает в ледяном домике свечки И будет остальных «Вставайте!» — рявкает он «Рождественское утрене» «Утрене? А что это такое?» — спрашивает Нина «Такая торжественная штука!» — отвечает Бука «Надо тихо сидеть, не танцевать, не есть, не хлопать Просто сидеть и радоваться тому, что есть на свете дети Можно молчать Но можно и петь «Идите скорее!» — и захватите что-нибудь, на чем можно сидеть Все берут стулья, табуретки, подушки, набитые травой и мхом И отправляются в ледяной домик гнома «Ох!» — говорят они А еще «Не может быть!» И «Вот это да!» Потому что ничего прекраснее они в жизни не видели Сквозь ледяную крышу светят звезды На полу отражается пламя свечей Они сидят и радуются Всем детям, которые пришли в этот мир Черные дрозды поют И малиновки тоже Шмель жужжит А остальные просто сидят и радуются Они сидят до самого рассвета И восходящее солнце окрашивает их домик Первыми красными лучами Бука встает и потихонько пятится к выходу «Ты придешь в следующем году?» — спрашивает Нина «Может быть!» — говорит Бука «А может быть и нет!» — добавляет он Вспомнив о том, что он Бука Ура! Я сделала это с третьего захода Дочитала все-таки эту книгу до конца на видео Спасибо вам за то, что были со мной Разделяли удовольствие от этой симпатичной истории И просто от ежевечернего А иногда ежеутреннего чтения книжки